Всем привет! Еще раз. Я сегодня хочу вам показать один из бросков. Тоже его очень люблю, но не часто он встречается в сети. Может быть, как раз потому, что никто его не разбирал. Итак, смотрите. Бросок я делаю из-под руки, сбоку, от себя. Я делаю вот таким образом. Этот бросок можно делать просто, без прокрута, когда вы тренируетесь. И второй вариант, когда вы делаете его с прокрутом вперед, без остановки. И третий вариант. Во-первых, я его могу делать сбоку, могу делать перед собой. А могу и перекидывать в другую руку. Это, наверное, мы позже разберем. Итак, смотрите. Можно делать динамики. Например, рубящий, прокрут. И дальше что-то еще начали мы делать. Принцип какой? Как и в любом броске, три основных принципа. Первый. Это мы встречаем и провожаем шашку мягко. То есть мы не, как и в любом броске, например, нельзя встречать шашку жестко. Потому что клинок жесткий, рука мягкая. И при соприкосновении вы можете руку травмировать. Ну и больно. А вот если вы ее сопровождаете, то есть продолжаете движение какое-то время вместе с шашкой, вы амортизируете, смягчаете прием. И все достаточно плавно происходит. Вот. То есть посмотрите. Бросила и встретила. И с ней какой-то путь вместе рука проделала. Второй момент. Как мы запускаем на этот бросок шашку? Вот посмотрите. Из-под руки я делаю бросок. То есть я делаю вот такое движение. Вот такое, наверх. И смотрите, четко нужно отпустить шашку позиции кисти вот такая. Не назад, а четко-четко наверх. Чтобы вы при приеме шашки не делали ни шаг назад, ни шаг вперед. То есть поначалу, конечно, это будет так. Но в идеале потом, то есть вы забросили и, не сходя с места, вы шашку приняли. Амортизируем мы при этом не только рукой, но и всем телом. То есть смотрите, наверх, вниз. То есть у меня работают колени тоже. Они такие мягкие достаточно. Шашка делает полный оборот. Потом можно делать пол-оборота или там два оборота. Только тренируйте пока, например, на один оборот делать. Вообще вы можете с этого броска шашку принимать как на обратный хват, так и на обычный хват. Если мы принимаем шашку в открытую ладонь, она к нам придет на обычный хват. То есть если она делает оборот, и в положении, когда шашка в воздухе находится клинком назад, и мы ее принимаем в открытую ладонь, она к нам придет обычным хватом. Если же в этот момент мы позицию поменяем и возьмем ее сверху, то у нас, соответственно, будет с вами обратный хват. Итак, смотрим еще раз. Принимаю сейчас обычный хват. То есть ладошка будет вот таким образом у меня. Прокрут. Раз. Вот. Можете замедлить. Увидите, что я принимаю ладошкой. Итак, сейчас я возьму ее на обратный хват. То есть я уже вот таким образом ее приму. То есть то же самое. И вот я ее взяла. Видите, на обратный хват. Что еще? Рассказала, амортизируем. Рассказала, что сопровождаем. Мягкие колени. Смотрите, старайтесь кидать ее как можно выше. Для того, чтобы вы ее принимали не в такой позиции, а все-таки в статном состоянии. И могли дальше продолжать элемент какой-то. То есть я ее подбрасываю повыше и принимая продолжаю делать какие-то элементы. То же самое со всеми бросками. То есть принимаем повыше. То есть принимаем любой бросочек повыше, чтобы принять, не наклоняясь. Ну вот, наверное, и все. Осваивайте. Если что-то непонятно, пишите комментарии. Может быть, перезапишем, что-то еще вспомним. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok